Всем привет, с вами Галактики, и сегодня мы посмотрим на игру под названием Force of Nature 2 Ghost Keeper. Это крафтово-строительная песочница, которая буквально на днях вышла в Steam, и это не ранний доступ, на удивление. Это уже полная версия игры, хоть и многие игроки жалуются в Steam на разные проблемы, на разные баги с игрой. Надеюсь, что разработчики интенсивно их будут исправлять, пока еще вроде не было ни одного патча после релиза. За 3-4 дня, что-то такое уже прошло с момента выхода игры. В первой части я не играл, хотя многие зрители нашего канала мне ее советовали, потому что знают, что я люблю крафтово-строительные песочницы такие, да, где что-то можно не на запись покопать. Но мне в первой части жутко не понравилось положение камеры, я просто не смог его терпеть, и, да, поэтому я не играл в первую часть практически совсем. Во второй части положение камеры изменили на более привычное, вид такой сверху, типа изометрии, да, с возможностью вращения, удобненько. Вот, ну, в общем, посмотрим, что у нас получится с этой игрой, и я в любом случае не знаю, будет ли это у нас долгое, неспешное прохождение, или пробничек на несколько серий, небольшое такое, с учетом того, что у нас арк выходит на днях уже буквально, да. И посмотрим. В любом случае, если вы хотите видеть больше серий по этой игре, то не забывайте писать об этом в комментариях. И давайте начнем, назовем нашего персонажа галактики. Что, мы можем прическу ему поменять? Пару буквально причесок есть, цвет волос, цвет кожи, бороду добавить нельзя, вообще беспредел. Режим игры обычный и упрощенный, только нету какого-то хардкора на упрощенном режиме достижения, они засчитываются. Ну, в общем, на обычном будем играть, тут выбора у нас не особо. Что это? Что за шум? Так, окей. Кто-то разбил фонарик, что тут произошло? Левый контрл, очень удобная тема, позволяет подбирать предметы в каком-то радиусе возле персонажа сразу все. Это в будущем очень пригодится. Фонарику конец, нужна отвертка, может удастся его спасти. Так, куда я ее убрал? Давайте посмотрим, куда ты ее убрал. Как-то... Я когда игру начинал, у меня то ли по-другому расположение вот этих вот предметов было. Да, в игре карта с процедурной генерацией. Эта комната, наверное, тоже потому, что у меня немного все по-другому было, когда я тестовую запись сделал. Давайте посмотрим. Возьмем отвертку из ящика с инструментами. Мы можем нажать пробел, и нам подсветятся все вещи, с которыми мы можем взаимодействовать. Если мы знаем, что это за вещи, можем сразу подойти и правой клавишей по ним нажать. Видимо, не можем не на всем. Но вот на верстак можно нажать просто правой клавишей. Давайте добавим сюда отвертку. Куда она тут? Вот сюда. И соберем фонарик. Тут, конечно, с камерой намного приятнее, чем в первой части. Снова этот шум. Да что же это такое? Ах, вот в чем дело. Ну, держись. Сейчас я тебе устрою. Так. Нужно взять из шкафчика швабру. Слочко оружия ее добавить. И пошли гонять енота правым кликом. И вот так вот ему. Давай, давай. Мочи его, мочи. Мне как-то на ютубе канал попался. Просто невероятный. Там мужик, короче, у него дом где-то загородный такой. Ну, в Америке, да. И он енотов кормит. К нему по ночам приходят. Там один раз что-то около 40 енотов пришли. Это такая фантастика. Это невероятно просто смотреть. Так. Что у нас тут? Забираем. С шифтом. О, стоп. Я хотел все забрать. Отдай мне все сначала. Окей. Теперь. Нам надо. Я, видимо, тут диалог пропустил. Пока про мужика с енотами разговаривал. Нам надо. Сделать. Цемент и эту дырку заделать. Сейчас будет. Так. Хорошо. Клавиши Б. Да. Открываем режим строительства. И ставим вот сюда вот стеночку. Все. Пошли. 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 Не спеша так строим мы, да? Строительство завершено. Так. А это еще что такое? Давайте осмотрим. Не рассказывала мама ему в детстве, что нельзя трогать те вещи, которые из ниоткуда появляются. А, что произошло? Где я? Как я здесь вообще оказался? Что происходит? Почему мне нужно делать каменный топор, кирку, тяпку и собирать бревна теперь? Поставить костер. Поставить стол исследований. Хорошо. Давайте сделаем себе сейчас базовый инструмент. Первым делом, первым делом, вот у нас уже, собственно, началась нормальная игра, да? Мини-обучение закончилось. Можем карту посмотреть. Разные биомы здесь, видимо, будут какие-то. Можем карту свернуть. Хорошо. Призраков нет у нас никаких. Даже не знаю, хорошо это или плохо. Навыки. Это все навыки, что у нас есть. Вспышка. Проклятия. Разные заклинания у нас есть. Так. Мастерство. Строительство. Скорость строительства на 100% можно будет поднять. Это будет весьма полезно. Критический урон. Так, хорошо. В любом случае, давайте мы сейчас первым делом вот это вот все соберем. Все-все-все отсюда соберем. Надеюсь, в инвентарь у нас все влезет. Контрол, вот эта просто невероятная кнопочка, которая позволяет все собирать. Очень полезная здесь, конечно. Виноград, картошку, камни тоже соберем. Ветки давайте. Так. Пшеница немного. Игра потихонечку будет превращаться в такую веселую ферму. Довольно большой упор в игре на крафты, на всякое такое развитие своей базы с фермерством, животноводством и всякими другими делами. Так. Ну, туда мы вроде больше не достаем никуда. Давайте смотреть. Камень сможем покопать, когда кирку сделаем. Давайте посмотрим. Нам нужен один осколок и веревка. Давайте создадим сейчас веревку. Для начала одну, наверное, там посмотрим. Так. Теперь сделаем немного осколков из двух камней. Так. И можем сделать кирку. Тяпку, топор. Давайте топор сейчас сделаем. Сделаем еще, наверное, две веревки. Три, сколько там? Две, три, три веревки смело можно делать. Ну, все, наверное, может не стоят, но может, да. С небольшим запасом. Лук тоже, как вариант. Это мы сразу вот так вот, наверное, добавим в быстрые слотики. Это для навыков, это для всякого рода инструментов и прочего. Так, топор. Инвентарь пока маленький. Надеюсь, дальше у нас будет сумка только, да? Какого-то рюкзака побольше. Ну, посмотрим. Что гадать-то? Так. Так. Тяпку надо было сделать по заданиям. Угу. Собрать бревно, глину, землю и песок. Так. Давайте посмотрим, как теперь вот это вот все работает. Нам надо, наверное, да, вот таким вот образом. Игра сохранена. Окей. О, да, мы можем переключаться. Все хорошо. Вот здесь что-то покопаем. На глину, похоже, да? Глина. Отлично. Пока... Ой. Пока хватит. Дерево... Дерево... Три, три. Есть. Можем теперь прорубиться. У нас как бы эта территория такая... Через которую мы пройти не можем. Можем теперь расчистить себя. Так. Нам надо бревно. Именно бревно и песок еще надо. Немаленькие ветки. Давайте с песком сейчас разберемся. Четыре. Да. Надо поставить кирку таки сюда. В принципе, нормально переключается. Я, наверное, не на ту клавишку какую-то нажимал. Когда кирку выбрать не мог. Так. Хорошо. Пока... Пока хватит. Найдем дерево побольше. Топор возьмем, конечно же. О. Есть бревна. Так. И землю теперь надо собрать. Наверное, где-то здесь. Четыре. Попал. Да. Есть земля. А что у нас тогда здесь будет копаться? Тоже земля. Ну, мало ли другого цвета тут все-таки, да? Задание завершено. Сделать базовые инструменты. Ты положи что-нибудь в горячий слот. Я положил в горячий уже слот. Так. Костер. Костер. И давайте сейчас куда-нибудь вот сюда ближе подойдем. Посмотрим, что у нас. Костер. Уголь надо. Для верстака нам надо 10 бревен, 5 веревок. Для стола исследований надо шкура. Которой у нас пока нет. Так. Ну, первым делом сделаем тогда костер и верстак. Для начала. Давайте. Так. С у нас открывает крафт. Сделаем немного угля. Немного. Это одну штучку, да? Угу. Может дубину сделать или пращ? Что у нас? Урон 6. Скорость атаки 0,65. Ну, лук как-то солиднее смотрится, да? Нужен любой нож. Давайте сейчас сделаем ножик. Блин, места в инвентаре, конечно, катастрофически не хватает. Здоровье и энергию восполняют. Скорость атаки увеличивают. Яблоки. Окей. Так, нож. Что там? Дубину можем тоже сделать. Давайте ее можно будет сюда переложить. В эти быстрые слочки. Может яблоки сюда тоже. И виноград. Что там? А, это съесть. Тут я думал, что это такое. За слот интересный такой. Так, сделаем. И я хотел лук еще зафигачить. Вдруг сейчас какого-нибудь опять енота найдем и сможем его подстрелить. Стрелы мы сделать пока не сможем. Вот в чем дело. Потому что перьев у нас нет. Все равно придется для начала, наверное, делать пращу. Пращу или пращу? Я все время забываю. Так. Пару веревок. И немного булыжника. Вот как-то так. Камни можно в слот снарядов добавлять. Нет, это мы будем переключаться по необходимости. Так, хорошо. 30 камней мне пока хватит, я думаю. Так. Хорошо. Мы там что, уголь сделали один? Давайте сделаем теперь костерок. Сетка, конечно, так выглядит. Слишком она яркая. Яркая. Как мне кажется. Но ничего. Кажется, дело к вечеру идет. Так. Задание завершено. Построить костер. Все это, конечно, чудесно. Давайте мы сейчас вот так вот сделаем. Это все хорошо. Нам кожу еще, наверное, нужно будет, да? Не так прям сразу для... Ну, нет, наверное, шкуру мы можем сразу использовать. А потом нужно будет дубить, чтобы сделать именно кожу, да? Как-то так. Ну, посмотрим. Короче. Пошли рубить деревья. Сделаем сейчас еще три веревки и будем рубить, рубить, рубить. Рубить, рубить. И мы можем посмотреть, как я понимаю, на все предметы здесь, да? Которые мы можем создавать. Шреддер. Бассейн с мидиями. Боже мой. Неожиданно как. Разные эти верстаки. Для хранилищ более-менее нормальных, да? Для сундука нам понадобятся гвозди. Корзину можно, в принципе, сделать, если что. Ветка и, опять же, веревки. Курятники, овчарни. Теплиц, коровник, гусятник, хлев. Так. Стол исследователя, телепорт, котел для зелий, стол алхимика, стол чернокнижника, стол темных свитков. Оградки всякие. Так, хорошо. Корзина, вариант довольно интересный тоже. Но давайте, да, мы сделаем сейчас веревки. Еще. В принципе, мы, наверное, можем позволить себе корзинку сделать, чтобы выложить хотя бы немного барахла, которое нам сейчас не нужно. И сейчас вырубим лесочек. Здесь, повсюду. Ну, не повсюду сразу, да? Но, в общем, где-то здесь. Я слышал, тут где-то кабан хрюкает. Можно пойти в его сторону. Давайте посмотрим. 25 веток и 40 веток нам надо. И еще 5 бревен. Картофанчик можно запечь. А, да, вон картошка у нас есть. Здоровье. Окей, жареное мясо, которого у нас нет. И есть, ну, в общем, немного блюд разных. Хорошо. Давайте мы займемся рубкой древесины. Пока что здесь. Пока темно. Ничего не видно. Все равно. Сколько у нас с одного куста падает? Нормально так падает в целом. Довольно быстро соберем нужные ресурсы. И вот энергия закончилась. Давайте яблочко съедим. Не быстро восстанавливается, однако. Так, ну мне тут пару ударов буквально еще сделать. Так, все. Бревен, по идее, хватает. Давайте посмотрим. Поставим верстак. Скорость крафта, конечно, прокачать хотелось бы. Поставим корзину. Давай, давай. Собирай. Сейчас выбросим в нее немного. Там вон песок, глина какая-то, земля. Да нам вот это вот все пока не особо нужно. Чтобы место в инвентаре не занимало. Ну, тут слотиков немного, конечно, да. Зерна тоже можно выложить, я думаю. Ну, вот как-то так. Пока что. Давайте посмотрим, что у нас на верстаке. Доски, каменное копье. Медный рубанок. Булава прям. Так. Бусы. Урон плюс 2. Максимум энергии плюс 5. Хорошо. Деревянный боевой щит. Броня. Урон. Ловушки. Применяется на корову, овец, гусей. Ловушка. Ммм. Какая-то плазма. Необходимые исследования. Здесь тоже исследования необходимы. Так, ну хорошо. Сейчас. Я хочу, наверное, дождаться рассвета. Потом пойдем туда. Там, где мне казалось, что кабанчики похрюкивали. 5 осколков за 2 камня. Правильно мы получаем тут? А если тут, то мы получаем 4 осколка за 2 камня. Ага. Неплохо. И одна веревка за 2 этих самых. Тут то же самое, просто чуть быстрее выходит веревки крафтятся. Окей. Булава, я думаю, нам особо не нужна. Ну, пока что, во всяком случае. А, можно сразу одной кнопочкой, да, все отметки убрать. Хорошо. Ну вот, уже светает потихоньку. Птички поют. Наступает рассвет понемногу. Я думаю, мы можем пойти. И посмотреть, что у нас вот в этой части интересного нас ждет. Большое дерево. Лен, виноград. Виноград. Виноград это определенно хорошо. О! Ничего себе кабаняка. Я промазал. Ты прикалываешься. Беги, 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 беги. Оп. И он промазал. Оп. Но у него попытка еще одна есть. Так, надо дубину, короче, брать по ходу. Давай. Хоп. Да, ты прикалываешься. Он бежит еще раз. Так. Все, и устал, типа, такой. Окей. Битва, не нажись, а насмерть. Ладно, берем дубину. Короче, по-моему, проще дубина. О, намного проще дубины. Давай. Только мясо? Тушка его провалилась. Яблоки нам здоровье регенят, поэтому яблоками лучше мы будем именно здоровье восстанавливать. Блин. Еще и ливень пошел. Мясо, конечно, хорошо, но нам кожа нужна его. Шкура, точнее, не кожа, да? Соберем тогда немного ресурсов здесь. Вот овцу я, наверное, трогать не буду пока. Мы ее, может, потом... Ловушку сдел... Ой, кабан, вот еще один как раз пришел. Ладно, бьем его, бьем. У нас здоровья должно хватить. Оглушение, типа, сработало? Окей. О, вот. Это, кажется, то, что нам уже было нужно. Вот здесь мы... Да, смотрим. Все, пошли. Получили шкурку со второго кабана. Так. Вот так вот где-то поставлю его. И давай собирать. Так. Давайте посмотрим. Можем изучить гончарное дело. Если глину сюда добавим. Давайте, давайте. Нам одну штучку. Можно с шифтом, наверное, да, перекидывать? Нет, нельзя. Так, это не так работает. Просто... Просто вот так вот изучаем. Я думал, нужно сюда добавить. Просто изучаем. Земледелие. Хорошо. Не густо здесь технологий. Так. Гончарное дело. Еще одна глина. О, наконец-то дождь прошел. Земледелие. Сырая вода. Кувшином или ведром. В определенном месте. Так. Тоже вода нужна. Веревки, портной. Так. Шкуры. Кожу надо будет. Дубильнюю сделать. Медная руда. Так. Все, короче, нам это остальное пока что не светит. Ну и земледелие. Да, вот сырую воду. Давайте посмотрим. О, кувшин. Хорошо. Сковородка, кастрюля. Любая сковородка. Да. Для жареного мяса. Давайте, давайте, давайте сделаем. И мясца поджарим сейчас. И сделаем себе немного горшков там, да. Мясо, кстати, портится? Нет, наверное, не портится. Еда. Я надеюсь, что не портится. Так. По-моему, хватит пока что. Кувшин. Не хватит. Пять тоже нужно. Хорошо. Ступка. Пока, наверное, не надо. Вот сковородку я возьму. Сковородку мы сразу сюда в инструменты добавим. Кастрюля. Здоровье. Шесть. Скорость атаки. Энергия восемнадцать за пятнадцать секунд. Ну, вариант неплохой такой, в принципе. Так, чё там? Чё произошло? Я чё-то упустил. Вот здесь готовы инструменты, если мы добавим. Нет? Вот. Ага. Во. Кастрюля нам надо. Кувшинчик за кастрюлей не канает. Нам нужно побольше размером. Ладно. Надо ещё покопать немного. Шесть. Как минимум. Глина нужно. А, или пять. Потому что у нас в этом ещё одну можно забрать, чтобы место не занимало тоже, да? Ну, как раз пять у нас есть. Всё равно шестую выкопал. Ладно. Кастрюлю сделаем. И сковородку. Я понял. У-у-у. Кастрюля долго делается. Ага. Так. Сделал и кастрюлю, и сковородку. Давайте мы сейчас поджарим, наверное, мясца. Здоровье хорошо восполняет. Две единицы опыта мы получили. Опыт, получается, только за убийство идёт. Это... Интересно. Мы сейчас ещё задания новые там... А, я пока крафчу, могу посмотреть. Хорошо. Добыча воды. У нас только осталось собреть... Собрать предмет сырую воду. Вода важный ресурс. Добыть её не так уж сложно. Просто возьмите в руку горшок, войдите в воду, используйте правую клавишу мышки. Так, мясцо. Так, мясцо. Заберём сковородку. Я хочу, наверное, здесь пока ставить кастрюлю и сделать ещё морса. Но нам надо воды пойти набрать. Воды, воды. Но лук пока у нас не рабочий, поэтому вот так вот сделаем. Оп. Давай. Ага. Мы прям в горшках её получаем. Ясно. Ладно, хватит. Хватит. Нам пока. Хорошо. Это удобно. Вполне. Давайте мы глянем тогда на земледелие. Один кусочек земли. Опять ливень пошёл. Да что ж ты будешь делать-то? На земледелие. Не следуем его сразу. В принципе, и животноводство можно исследовать. Хорошо. Хорошо. Ага. Чистая вода. Давайте посмотрим, что там. Воду закипятить. Чистую воду пока. Из колодца. Колодец второй уровень или водяной фильтр нам нужен. Я понял. Тогда животноводство нам пока не светит. Но мы как минимум... Ага. Нет. Тут тоже чистая вода нужна. Окей. Ладно. Ладно. Понял. Понял. Поставить грядку. Согласен. Быстрее грядками займёмся. Быстрее. Так. А уголь? Понял. В принципе, мы можем водяной фильтр поставить. Так, там... Так. 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 Кувшин нужен для дубильни. Нужно будет ещё один скрафтить. Десять верёвок. Ладно. Грядки. Нам надо первым делом бахнуть грядки. Декорации всякие. Но вроде больше ничего не добавляется. Правильно? То есть мы, в принципе, всё видим, что у нас есть в игре. Ну, плюс, да, вторые там уровни ещё. Куда я хочу посмотреть? Пишет, что где-то что-то новое всё-таки тут есть. Вот. Грядка. Согласен. Накопать земли бы. Много. Я понял. Ну, по-моему, здесь можем её накопать прямо далеко, чтобы не ходить. Или нет? Видимо, нет. Так. Тридцать земли я собрал. Давайте две грядочки сделаем. Посмотрим, какие они. В принципе, не маленькие по размеру. Давайте куда-то сюда. Наверное, их в сторонке немного поставим. Не могу ставить, потому что я тут рядышком нахожусь. Ну, ладно. Одну и... Вторую. Вот так. Новое задание. Исследовать животноводство. Ясно. Можно приручить животных в этих краях. Да, в ЦУ мы точно видели. Надо приручать. Сейчас мы только посмотрим, как грядки работают. Так. Картошка, хлопок, пшеница. Вода сыраем. Так. Три. Посадить. Ой-ё. Нет, это... Нашего участия здесь не требует. Я думал, эта посадка идёт. Три минуты будет идти. Я думаю, что происходит вообще, как это работает. Ммм. Я понял. Для одной грядки. Один тип. Пойду, короче, я ещё покопаю немного земли. И сделаю ещё пару грядок. Чтобы посадить всё, что у нас там есть. Лён и хлопок. Точнее, пшеницу хлопок мы посадили. Лён, пшеницу. Что ещё? Да, вроде бы всё. Ну, посмотрим, что там у меня в этом есть. В горшке за семена. Так. Десять земли он копает за раз. Сразу. И потом контролом всё собираем. И так три раза повторяем. О, пока я делал эти две грядки с пшеницей и льном, у нас уже выросла картошка. Так. Которую я забрать не могу. А, вот так вот это забирается. Я понял. Неплохо получили картофанчика. Воды не хватает. Я понял. Давайте сейчас пойдём наберём ещё. Побольше водицы. И собирай, собирай, не отвлекайся. Ну и я думаю, что всё-таки булаву пора бы сделать. Праща мне не очень понравилась. Я её даже выложу, пожалуй. Дубину эту тоже можно выложить будет. Булава чуть-чуть лучше. У неё на два урона больше и на три процента... На три? Да, на три процента больше шанса оглушить. Так. Будем булавой фигачить кабанов. Места нет выкладывать всё это дело. Ну ладно. Мы можем на самом деле просто, наверное, вот так вот выложить пока. Выбросить на землю. Чтобы оно нам не мешало. Давайте сейчас ещё раз садим... Лён. Так. По четыре штуки мы можем садить сразу. И пшеницу сюда. Тростника и винограда... О, кстати. Стоп. Виноградец можно было бы тоже посадить на самом деле. Это было бы интересно. Он-то полезный, стаминку регенит. Более-менее, да. И морс там из него можно сделать. Дальше будет. Тоже неплохо. Так. Но я больше хочу на самом деле пойти немного поэксплорить вот эти территории. Посмотреть, что там интересного мы сможем найти. Но сейчас мы пока что серию на этом закончим. И в следующей серии отправимся исследовать вот эти неизвестные земли. И поохотимся ещё на кабанов. Нам ещё нужна будет их шкура. Так точно. Так. И быстренько картофанчик сюда. И быстренько хлопок сюда. Две воды. Нет. Я, наверное, пойду ещё воды немного наберу. Посадим хлопок и... И всё. Как раз место немного освободим сейчас в инвентаре себе на этом деле. Всё. Хорошо. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. И увидимся в следующей серии.